Я знаю, сейчас все говорят о надежде. Надежда — это уловка, это психологический трюк, это морковка перед мордой осла, которую ему никогда не достать. Это безумие, которое не даст вам покоя ни на минуту. Нет надежды — нет проблем. Практикуйте безнадежность. Намаскарам, Садгуру. Можно ли быть безнадежно преданным чему-то? Даже если ваш логический ум говорит, что это ни к чему не приведет. Нормально ли быть безнадежно преданным чему-то? Вы говорите, что человек испытывает сладостное состояние, если он действительно предан. Предан чему? Шоколадным конфетам? Ты тоже? Чему-то или кому-то. Чему угодно. Хорошо. Если вы посмотрите на самых известных преданных, начиная с древних времен, например, Мирабай, Найенмары и многих известных преданных нашего времени, таких как Акка Махадеви или другие, есть очень много известных преданных, которые вошли в историю. Мы сейчас не будем говорить о неизвестных. Это другое. Все они внутри себя находились в замечательном состоянии, но в своих жизнях они постоянно притягивали множество проблем. И причина этому, как ты выразилась, что они были безнадежно преданными. Это очень плохое выражение. Безнадежно преданный. Но безнадежность — это хорошо. Я знаю, что все продают надежду. Это психологическая игра. Можете поэкспериментировать. Я сейчас не говорю о преданности, но давайте поговорим о безнадежности. Однажды, внезапно ощутив безнадежность, возможно, вы почувствуете подавленность. Просто посмотрите на это внимательнее. Каждый день, по сути, безнадежен. На что надеяться? В любом случае вы умрете. В чем ваша надежда? Жизнь безнадежна? Смирившись с безнадежностью, вы увидите, что жизнь действительно прекрасна безо всякой надежды. Когда нет надежды, нет и ожиданий. Нет ожиданий, нет и разочарований. Вы просто учитесь наслаждаться. Сейчас весна. Она не похожа на весну в Европе или Америке, где все вас будет ослеплять яркими красками. Нет. На деревьях будут происходить еле уловимые изменения. Вам нужно всматриваться. Это как драгоценность, которая находится на дереве. И вам нужно всматриваться так, как она не будет сверкать. Это особенности тропического климата. Вы даже не видите, как зима сменяется весной. Все не так, как в холодной стране, где после сильного холода начинает быстро теплеть. Там происходят разительные перемены. Здесь это происходит едва заметно. Вам нужно быть наблюдательными. Если вы безнадежны, вы будете внимательны ко всему. Чертова надежда постоянно держит вас в режиме галлюцинации. Поэтому практикуйте безнадежность. Не беспокойтесь о преданности. Смиритесь с безнадежностью. Не нужно надеяться. Сейчас ты выглядишь очень разочарованный. Практикуй безнадежность. Осознанную безнадежность. Жизнь на самом деле безнадежна. Ты увидишь, что это приведет тебя к очень хорошему состоянию в твоей жизни. Надежда — это уловка. Это психологический трюк. Это морковка перед мордой осла, которую ему никогда не достать. Повесьте кость перед мордой собаки. Она будет бежать за ней всю свою жизнь. Это и есть надежда. Станьте безнадежными. В чем ваша надежда? Поверьте мне. Лучшее, что с вами может случиться, — это крематорий иши. Либо же я не знаю, где вы умрете. Так что надежды нет. Думаете, вам удастся избежать этого? Думаете, что вы избежите смерти? Нет. Так что надежды нет. Смиритесь со своей безнадежностью. Вы увидите, как расцветете. Эта чертова надежда уводит вас от реальности. В вашем уме происходит столько всего, что не имеет ничего общего с реальностью. Если вы перестанете надеяться, вы просто будете делать то, что можете. То, что вы сможете сделать, вы сделаете. То, что вы не можете сделать, вы не сделаете. Такое должна быть жизнь. Не так ли? Все, что мы можем сделать, должно быть сделано. Все, что мы не можем сделать, не имеет значения. С надеждой же все иначе. Это безумие, которое не оставит вас в покое ни на минуту. Вы не сможете даже закрыть глаза, если вы будете очень обнадежены. И я скажу, медитация шунья. Это состояние не позволит вам держать глаза закрытыми. Безнадежность? Нет проблем. Практикуй безнадежность и не беспокойся о преданности, потому что то, о чем ты говоришь, не является преданностью. Субтитры создавал DimaTorzok